Да, если кому-то надо, я в двух словах расскажу. Вижу, что не надо. Смотри, очень много знакомых лиц. Я на шоткате были многие, и так пересекались. Давайте начну вот с чего. Вот сейчас у меня был вопрос перед началом. Говорит, Дима, а что с ахиллом? Сдох ахилл аж. Для тех, кто не в курсе, ахилл это устройство для бегунов, которое крепится на шнурки и позволяет отслеживать, как правильно или неправильно бегун ставит ногу. То есть не калечит ли он коленки. Если он наступает на пятку, он бьет и ломает все суставы. И так много раз, и инвалид. И он контролирует, как правильно человек ставит ногу. Так, 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 так. И посылает сигнал, если человек бежит травмоопасно. Вот такая у нас была концепция, такая была идея у меня. Я пришел, говорю, ребята, надо делать. Это спасет миллионы коленей во всем мире. Мы начали делать, мы запустили шоу. Может быть, вы увидели, как мы работали над проектом. Проект длился у нас месяцев пять примерно. Мы создали устройство. Сначала это была стелька умная. Потом мы сделали акселерометры. Отказались от стельки. Маленькое устройство. Цена была просто смешная. 29 долларов. Но никто ее не покупал. То есть все говорили, вау, круто. Бегуны говорили, супер, классное изобретение. Но продавать мы ее не смогли. То есть и так, и сяк. И такие лендинги. И такие. И такую аудиторию пробовали. И такие месседжи. Какие угодно. Не продается. Мы попыркались, помыркались. Говорят, ну блин, не нашли платящий сегмент. Что делать? Значит, не пошел проект. Значит, мы его ставим в долгий ящик. Возможно. Давай я так, может, подальше отойду. Может быть, когда-нибудь потом к нему вернемся. Потому что проект жалко. Проект классный. Но мы столкнулись с тем, что превентивная медицина не работает. Что люди не готовы платить за свои проблемы в будущем. Они хотят платить здесь и сейчас за решение текущих проблем. А не те, которые появятся потом. Вот. И поэтому быстрее всего. Поэтому не покупали. Сейчас, две недели назад буквально. Мы в рамках стартап-фабрики запустили на этот проект заново. Делаем вместе продуктовую работу. Видим, вместе с российской командой. И молдавская команда. Проверяем заново. Ищем пивоты, ищем возможности для Ахилла, для того, чтобы найти новую аудиторию, новый сегмент. По-новому преподнести. Пивоты, разворот сделать. И вот один из инсайтов, который мы получили на прошлой неделе, был очень странным. Наша команда обнаружила, что многие не покупают это устройство, потому что оно дешевое. Говорят, за 29 долларов ничего хорошего там быть внутри не может. Какая-то херня. И поэтому мы сейчас проверяем версию. А будет ли, мы садим два лендинга. Один лендинг за 29 долларов и точно такой же лендинг за 59 долларов. И мы начинаем их продвигать и смотреть. И если за 59 окажется успешнее, и продаж там будет больше, и интереса больше, значит, это была наша стратегическая ошибка сделать низкую цену. Но нам зашибись, у нас себестоимость 7 долларов устройства, поэтому продавать его за 60 будет просто праздник какой-то. Так что я пока ничего не могу сказать про, каким будет Ахилл, что с ним будет. Но с другой стороны, пора бы уже сделать парочку неудачных стартапов, потому что это уже начинает выглядеть очень странно. Если все стартапы удачные, либо чего-то ребята не говорят, либо они сумасшедшие. Поэтому, вот я когда был в Америке, кстати, инвесторы интересуются, сколько было стартапов и сколько из них было неуспешных. И неуспешные оценивают точно так же, как и успешные. То есть круто, что у тебя был неуспешный проект, потому что ты кучу ошибок уже не сделаешь, потому что ты уже наступал на грабли, и эти грабли еще раз не повторишь. Худшее, что можно сказать инвестору, что это мой первый стартап. То есть у тебя опыта нет никакого, и это большие риски. Поэтому лучше обломаться, чем ничего не сделать. Вот, я вам дал почву сейчас. Наверное, какие-то вопросы уже возникли. Вы можете просто поднимать руку и бомбить. Давайте поприветствуем и тех, которые онлайн буквально закончили. Привет, онлайн. Привет, доброе утро. Кто поснулись, кто подключились. Кушайте сырники сегодня утром. Сегодня день утро сырников. Утро сырников. Вот они кушли. Вот, вот, все хорошо, хорошо. Ребята, кто онлайн, задавайте вопросы прямо в чате. Мы их смотрим, мы их видим, мы обязательно на них ответим. У нас здесь есть также люди в зале. Давайте, кто первый поднимал руку, мне кажется, я с ним видим. Доброе утро. Слышно, друзья. Мой вопрос насчет конкуренции. Анализируем конкурентов? Я следил за этим шоу. И что-то там, или где-то, тоже устройства, которые следят за вот этот момент. Я понял. Когда конкурент это круто и известно, что значит, если есть конкурент, есть рынок, и найдется покупатель. Знаешь, к нам приходят на шоткат предприниматели, и у некоторых есть идеи, и они говорят, вот я такую классную вещь придумал. А когда я спрашиваю, ты искал конкурентов? Он говорит, да, искал, нет конкурентов. Круто. Я говорю, слушай, если ты не нашел конкурентов, тут варианта три у тебя. Первое. Ты самый гениальный человек на земле. Второй вариант. Эта хрень никому не нужна. И третий вариант, кто скажет? Плохо искал. Ты плохо искал. Да. Других вариантов нет. Поэтому тут надо четко понимать. И, к счастью, конкуренты у нас есть. Есть устройства, которые делают что-то подобное, но иначе. Мы хотели сделать максимально простое устройство, которому не нужен смартфон. Была гипотеза, что людям не нравится бегать со смартфоном. Они хотят полностью оторваться от зависимости мобильной и побегать в свое удовольствие по парку. Поэтому он не передает никакую информацию, наушники, смартфон. Это автономное устройство, которое просто пищит или вибрирует, когда ты наступаешь неправильно. Таких устройств нет. Но есть другие, которые говорят о правильности бега. И самый большой конкурент – это часы. Фитнес-часы, которых много достаточно. Единственное, что они не могут точно отследить, как ты ударяешь ногой. Просто теоретически это невозможно, потому что они держатся на руке. Но они могут определить каденс шага, твою скорость, с какой частотой ты перебираешь ногами. Но вот это или вот это часы определить, конечно, не могут. Поэтому мы опустили устройство на ногу, и таких устройств еще нет. Но может и не будет. Может они не нужны. Просто, понимаете, заряжать правую, заряжать левую, заряжать фитнес-браслет, заряжать смартфон, заряжать наушники – ну это пипец какой-то. Люди устают от зарядок. Можно вопрос? Вы уже очень много инвестировали в этот стартап, в эту идею. Вы очень много делали ресерч именно с бегунами из Молдовы, например. Ставили на аппараты, насколько я видела из ваших историй. Можете ли сказать, сколько вы уже инвестировали в них? Мы идиоты, на самом деле мы дураки, потому что мы инвестировали, ну, тысяч пятьдесят мы инвестировали в этот проект, но это абсолютная глупость. Сейчас мы работаем, это было год назад, сейчас мы работаем совершенно по-другому. Сейчас на проверку гипотезы у нас уходит от трех до пяти тысяч долларов и не более полутора месяцев. То есть основная наша деятельность, чем мы сейчас занимаемся, мы проверяем гипотезы бизнеса. У нас их много, около 30 штук. И наша задача как можно быстрее, как можно дешевле проверить, может ли эта гипотеза стать бизнесом. Если да, то мы делаем бизнес, если нет, выбрасываем, берем следующую. И сейчас это благодаря нашим команде обученной и людей, которые приходят к нам постоянно. У нас сейчас уже около пяти человек с два месяца присоединилась к команде. И плюс есть российская и белорусская команда, которые нам помогают. У нас мы получаем где-то за месяц, полтора и до пяти тысяч долларов проверять каждую гипотезу. Вот, сейчас мы проверили одну гипотезу мою, она не прошла. Это датчики углекислого газа для бань, потому что, особенно в России, в Финляндии, в Германии, эта культура очень развита. Я сам очень люблю баню. И в парных, бывает, часто собираются много людей, и не контролируя уровень углекислого газа, люди себя плохо чувствуют, начинают, и на следующий день не получают удовольствия, получают только головную боль. Вот, сделал такое устройство, мы назвали ее «Конорейка», которое сигнализирует о том, что уровень углекислого газа высокий. Мы провели ресерч, КСДВ по России, там, где банная тема очень популярна, и оказалось, что такой боли нет ни у банщиков, ни у владельцев бань, ни у людей, которые парятся, ни у кого. Поэтому это была чисто такая гипотеза, которая не сработала. Но что сработала гипотеза с «Авророй»? Это наше устройство с визуализатором музыки на лампах. Правда, очень дорогое. Оно стоит примерно где-то 400-500 долларов. Только сделать его, собрать только его. Поэтому мы думали, ну, за сколько же его можно продавать? Мы начали продавать его, и у нас оказалось, что мы смогли за 1200 евро продать. Это значит, что теоретически прижать производство до 400, значит, 3 икса поднять, теоретически этот бизнес может существовать. Поэтому мы сейчас занялись плотно, сделали лендинг, и сейчас начинаем нагонять туда трафик, чтобы посмотреть, какие у нас есть конверсии, чтобы понять, какая может быть маржинальность у этого бизнеса, и запускать его или нет. То есть первый шаг – «Аврора» прошла. Спасибо. Есть вопросы в зале? Привет всем, которые подошли. Еще вопросы, давайте. Насчет MVP. Я лично до сих пор понимал, что MVP – это минимал available product. Какое-то устройство, которое минимальное, может что-то на нем показывать, уже можно продавать, в принципе, тестить. У вас был проект, когда другие стартаперы, MVP, понимают, как просто лендинги с кнопкой «Купить». Главное, то есть воронку загнать клиента, довести до продажи. И там уже будет ясно. Многие сейчас слышали, так поступают. У вас были такие проекты, где вы просто лендинг, просто на уровне идей тестили и не делали никаких продуктов, ну, физически? Конечно. Мы в последнее время так и делаем. У нас появилась так «Сквид», та же «Аврора». И «Сквид» – это новый наш ошейник, с которым вообще получилась интересная история. Мы лобстер слышали, наверное, про наше устройство для фридайверов, которое помогает плыть в бассейне, максимально длинные расстояния проплывать. А есть еще и глубинный фридайвинг, когда люди ныряют в глубину. И мы для них придумали ошейник. Крутой, который выглядит как щупальца осьминога, с такими заклёвками, тоже кастомизируемый вес, очень классный. И мы решили идти по новому продуктовому подходу максимально быстро и недорого проверить, нужен ли он кому-то. Мы сделали крутой рендер, мы поставили их в фотошопе на людей, написали отзывы от фридайверов. То есть собрали полностью лендинг, когда человек заходит, фридайвер, зная еще нас, зная лобстер, зная наше имя и видит, что это от нас, он у него даже в голову не приходит, что такого продукта не существует. И он смотрит, и цена нормальная. И мы запустили, и за третя продали 10 штук, просто без особой рекламы. То есть конверсия просто бешеная. Мы отлично, все, лендинг закрыли, позвонили всем, кто нам заплатил, попросили, что вернем деньги, спасибо за то, что вы нам помогли. Они 90% сказали, не надо нам деньги возвращать, мы подождем, делайте свой сквид, все, зашибись. И тут началась эпопея, которую мы называли эффект сквида. У нас появилась новая формулировка на фабрике. Прикол в том, что когда мы попытались его сделать, мы не смогли его сделать. То есть мы его как бы нарисовать нарисовали, и цену по какому поставили. А когда попытались за эти деньги сделать то, что мы нарисовали, мы столкнулись с тем, что это невозможно. Просто банально из-за того, что нам нужен был металл тяжелее, чем свинец, потому что в такую тонкую форму такой вес засунуть невозможно. И для этого нужно было использовать вольфрам. А вольфрам, он хоть и тяжелее в полтора раза свинца, но он намного дороже, и он нифига не льется, он очень тугоплавкий и очень сложный продукт. И мы как бы поняли, что мы прокололись, потому что мы как бы этот продукт проверили, а повторить его не можем. Поэтому сейчас у нас новая стратегия. Мы перед тем, как делаем страницу, лендинг, мы хотим делать ресерч инженерный. А можно ли в принципе эту штуку сделать за примерно эти деньги? Если нам там в течение недели говорят инженеры, что да, окей, мы сделаем плюс-минус за такую цену, тогда мы делаем публикацию. Тогда это будет уже работать. Но вообще это нормально и естественно. MVP это не сделать, саму железку, потому что это может уйти полгода и куча денег. А MVP это убедиться, что люди покупают эту идею, платят деньги. Только не просто они говорят, я куплю. Он прям нажал, ввел данные карточки, отправил деньги, мы их получили. Вот это считается продажа, а не просто интерес к продукту. Спасибо. Какие есть еще вопросы? Можете представляться, пожалуйста, чтобы мы знакомились. Очень редко видимся все вместе и оффлайн. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Мы с командой пришли сюда в первый раз. В принципе, мы новички. Хотелось бы узнать поподробнее о шагах, которыми вы проверяете эти самые бизнесы. То есть, и отличаются ли они у инвесторов и у стартаперов с двух сторон? Как можно проверить свое дело? Спасибо. Как инвесторы проверяют стартапы, не свои, чужие? И как стартапы, наверное? Давайте переключить режим стартапера, а потом переключить режим инвестора. Я сначала стартапер. Я парень, который живу, не знаю, в дурлештах. У меня нет своего бизнеса, я закончил институт и хочу заниматься предпринимательством. Я там наскреб по сусекам пару тысяч долларов, у друзей подалживал, у мамы накопил и решил. И есть у меня какая-то идея, которую я хочу проверить. Я предлагаю прямо сейчас, чтобы мы сгенерировали какую-то идею. И я расскажу примерные шаги, что нужно сделать для того, чтобы проверить, рабочая она или нет. Давайте, у кого есть какие-то мысли, прямо сейчас. Кто хочет свою идею поставить? Любую, самую абсурдную, это не важно. Продажа сырников. Продажа сырников, хорошо. Хорошо, мы сейчас, на самом деле, мы сейчас делаем фуд тех, мы проверяем жареные пельмени. Мы сделали dark kitchen свой и сейчас, и чербарию. Два продукта, и мы сейчас пытаемся проверить, а будут ли покупать. То же самое, фотосессия чербы сделали, запустили фейсбук страницу, нагналит аудиторию. И проверили, что чербы идут, что людям интересно чербы. То есть, такая точка, которая продает доставка, только черп разных. Супы такие-сякие, пятые-десятые. И зашло хорошо. И мы сейчас открываем чербарию, будет продаваться супы. А пельмени пока под большим вопросом жареные, не идут. То же самое, по этому же пути, если говорить про сырники, что ты делаешь? Ты берешь, просишь маму испечь сырники, красиво их фотографируешь, создаешь на фейсбуке лендинг с этими сырниками, создаешь какой-то, придумаешь какой-то бренд. Берешь там 100-200 долларов, кидаешь в рекламу от фейсбука и говоришь, заказывайте сырники, приедут горячими, бла-бла-бла. И смотришь, сколько людей у тебя заказывают эти сырники. Если у тебя конверсия больше, чем 30%, и ты смотришь, сколько цена привлечения одного клиента на сырники, если она ниже, чем твоя маржинальность в 2-3 раза, значит, есть смысл сделать даркишин и продавать сырники. Если нет, значит, нет. Но для этого несколько тысяч долларов даже не надо. Это достаточно 500 долларов, чтобы проверить, работает это или нет. А если взять какой-нибудь сложный бизнес, например, там, я не знаю, аквариумы с ртутью для инопланетян, пришельцев. Может, кто-то купит, может, есть такая аудитория. Что в таком случае нужно сделать? Ну, значит, надо найти, первое, что нужно сделать, это нужно много говорить, нужно много общаться. Так называемый кастомер девелопмент, кастдевы. Это нужно говорить с потенциальными потребителями, с потенциальными продавцами, с потенциальными дилерами. Всем, кому на рынке это может за такой аквариум заинтересовать. И по определенной технологии, это целые книжки написаны об этом. Спроси маму есть книга, например. Как это делать? Их там четыре типа, глубинные, экспертные интервью есть, решенческие. Некоторые, ты говоришь с экспертами, которые тебе рассказывают, разбираются в аквариумах и в пришельцах, которые говорят, что это да, может пойти, не может пойти. Ты говоришь с людьми, которые могут купить. Есть интервью, в котором ты в конце предлагаешь купить этот аквариум. И если он его покупает прямо за деньги, ты говоришь, у тебя большой успех. Нужно сделать там 70% интервью должен быть успешных. Короче, это сложная технология, но она есть. Просто разговариваешь. И если тебе все интервью говорят, что да, интерес к рынку есть, по определенным метрикам ты видишь, что да, тогда следующим шагом ты создаешь лендинг. Вот там ты берешь, рисуешь в 3D Max этот аквариум, туда пускаешь пришельцев, берешь комментарии пришельцев, как им там нравится, как им там комфортно. И пытаешься это все, потом берешь там, не знаю, 300, 400, 500 долларов и начинаешь экспериментировать с аудиторией. То есть ты не просто 500 долларов кидаешь в одну рекламную кампанию, создаешь 20 рекламных кампаний. И так называемый АКМ, аудитория, канал, месседж. Кидаешь их по разным аудиториям, то есть детям, я не знаю, старикам, женщинам, инопланетянам с Марса, инопланетянам с Венеры, продавцам аквариумов. Потом, как ты к ним хочешь достучаться, это канал, это может быть через Facebook, через социальные сети, билборды на улице, телевизионная реклама, смс-рассылка и месседж. А месседж это с каким-то идешь месседжем. Почувствуй себя комфортно в этом вот аквариуме, не умри на земле, я не знаю, пей ртуть, разные сообщения. И вот так вот создаешь таких много разных кампаний и пускаешь во все стороны веером. И каждый кладаешь там по 50 долларов, например. Потом смотришь, анализируешь каждую и смотришь, что ага, вот этот канал больше всего принес людей, и вот этот месседж принес больше всего людей. Соединяешь, и в эту аудиторию с этим каналом, с этим месседжем объединяешь и бахаешь рекламную кампанию долларов 500. И смотришь оттуда, если приходит много желающих на этот аквариум, и ты смотришь, если тебе выгодно платить столько за каждого клиента, тогда запускаешь бизнес. Тогда ты уже идешь к инвестору, я одеваю шляпу инвестора и говоришь, уважаемый инвестор, я провел вот такую работу, вот мой лендинг, вот мои цифры, вот мой трекшн. У меня уже есть 20 заказчиков, которые ждут, но я еще произвести не могу, у меня нет денег. Мне нужно приседовые деньги, там какие-то там 100 тысяч долларов, чтобы запустить первую партию, и если окей, мы готовы рассматривать, что мне нужно будет полмиллиона на масштабирование. И поехало, пошло-поехало дальше. Вот как инвестору нужен трекшн, инвестору нужно показать какие-то движения, не просто голая презентация, а что была проведена работа, есть цифры, подтверждающие то, что этот продукт кому-то на рынке нужен, а не просто я так думаю, это не работает. Можно ли это делать другая команда, вне команды, которая работает над идеей? Вот этот каст дев и вся эта рутинная работа? Нет, не может. Это может себе позволить стартап-фактори, или стартап-студия, или инкубатор, у которых их много, у которых есть уже опыт, у которых есть деньги, которые масштабируются. А если ты парень с дурляш, откуда у тебя деньги заплатить российской команде 5 тысяч долларов на проверку? У тебя просто нет такой возможности. Попрошу инвесторов. Ага, то есть ты приходишь на инвестор, что за свои деньги проверил твою идею? Да. Пошлет нахер сразу. Это твоя работа, чувак, найти. Если ты не умеешь деньги найти, какого хрена ты пришел ко мне? Ты не предприниматель, значит. Спасибо за ответ. Анна Кирица, Дима, у меня тоже вопрос. Вот ты говоришь про инопланетян, про MVP, про то, что надо много кастомера. А все-таки откуда ты берешь идеи? Потому что расскажи немножко вообще, как вы делаете, как вы находите ту идею из скольких, и как команды твои работают внутри. Потому что, ну, даже я участвовал в некоторых сессиях у вас, и это очень интересно. Может, просто ребятам рассказать вообще, что это не ты проснулся с идеей, обязательно, не ты обязательно проснулся. Иногда ты, наверное, просыпаешься или бегаешь, и у тебя идеи наплывают. А вообще, наверное, там очень большая работа. Не говорим про меня, потому что у меня действительно с этим вообще никаких проблем нет. У меня их больше, чем нужно. Но вообще, это действительно проблема. А где брать идеи? На самом деле их очень много. Есть много технологий, как вытаскивать идеи из людей. Мы по средам, у нас каждую среду, это мозговой штурм, новые идеи. Мы собираемся своей командой в Startup Factory и приглашаем иногда гостей, кто хочет поучаствовать в этом. Как это обычно происходит? По кругу люди озвучивают боли, с которыми столкнулись на этой неделе. Предварительно их предупреждают. В следующую неделю ты не просто живешь, обращаешь на все дискомфорты, которые вокруг жизни у тебя происходят. Вот у меня, например, отрыжка от чая. Думаешь, так, все, я записал. У меня отрыжка от чая, мне не нравится, когда у меня отрыжка после чая. У меня сырники холодные принесли, например, да, там. Я не знаю, что, давайте. Мы прям сейчас давайте сделаем мозговой штурм, что мы будем играться. Значит, идем по кругу, и каждый говорит очень быстро одну боль, с которой он столкнулся на этой неделе. Если нету, говорит пас, чтобы это произошло быстро, хорошо? Давайте, слева. Только очень коротко. Быстро боль, что? На втором круге, скажи пас. Нету, следующее. Вино портится в холодильник на второй-третий день. Хорошо. Проблема? Плохие дороги в Кишню. Нормально, нормально. Все. Те цифербер, Шарамына. Социальная жизнь в Молдове. Давайте что-то по продуктам. Это очень общо. Переполненные троллейбусы. Переполненные троллейбусы. Локурди паркари. Локурди паркари. Пробки, пробки в Кишню. Так, закончили с дорогами, давайте дальше. Ребята, я же не чайбан, ребята. Пробки у Теквилла. Пробки у Теквилла, хорошо. Пас. Дальше, дальше. Здесь есть проблемы? Нету проблем. У вас? Каждое утро пса кормить. Пса кормить каждое утро, окей. У нас дома ремонт, и очень быстро покрывается пылью все. Хотя у нас все закрыто. Как сделать, чтобы не было пыли нигде? Нигде позавтракать в 7 утра в Кишиневе. В 7 утра, спасибо. Отлично, да. Это боль. Ковид. Ковид, проблема. Это лекотня вообще. Керде аз даминяц, ам афладис про проекту в Остроку Ахилла Хум, шо зик, ну штиу аста пентр копии меймерфи, принц бине с афладта информация майдевреме. Шо, асты интересант. Мерси. Пас. Пас. Чиняр. Чипове ми нураж? Чи, че проблеме ти айдепинат уртима саптамана? А, росы на недвижку. Все? Хорошо. Четко, видишь, у человека есть боли явноя, он пришел прямо с ней. Канди кондук машина к 50 км на ор, ши инкуркла тоата лумя, аж тоата лумя ма грабеште. Ктатя кондук 50 км на ор. Тот и борьба деам бутеяж, друмур, да? Че я варам с зик, дешофери рэй пи друмур. Шофери, окей. Я вам вару с инцеп к такси, я аз даминяцца. Мой фастфортер, он такси керакал, шел, ну, птяз дяконик, тезы колдура. Чи, нямэра маска. Как сделать, чтобы сборная Молдовы хоть изредка выигрывала? А это боль? Какая боль? Выигрываете фарером, яндорцем, знаете? Спасибо. Хоть изредка выигрывай. Замена резины на машине. Правда, от зарядки гнется на телефоне, на ноутбуке, на всем. Он ломается и нужно заменять. В кофейне низкие, светильники очень. Задеваешь постоянно. Везде. Я, когда сегодня вышел домой, очки забыл, и мне пришлось за ними возвращаться. И очень печально было тратить время на это. Спасибо. Нет? Мы, как юрлицо, из-за некомпетентности работников банка очень много теряем времени. Отлично. Спасибо. Вот, смотрите, сейчас проговорили некоторые идеи. То есть их было штук 20, наверное, да, 30 за пару минут. Из них 10, наверное, можно сразу отсеять, типа, социальные жизни или забыл очки дома, потому что это вообще не про бизнес, это селеви. Но оставшиеся 10, что дальше делать с ними? Что мы дальше с ними делаем? Мы их, это гипотезы, которые следующим кругом мы решаем, а как ее можно решить? Какие есть варианты решения этой проблемы? Например, переполненные троллейбусы в Кишиневе. Есть такая проблема, да, есть такая боль. И, наверное, боль есть у многих людей такая. Как ее решить? Это можно делать каршеринг, это можно сделать дешевую службу такси, это можно сделать, допустить поезда, к примеру. То есть накидываются идеи. После того, как идеи накиданы под каждую, идея реализации гипотез, происходит приоритизация. Что такое приоритизация? Вот у нас есть 20 идей, и нам нужно понять, за какую из них браться, а какую не делать. Есть разные методы по Айсу, по Райсу приоритизация. Но смысл какой основной? Насколько сложно и дорого ее сделать в одной колонке цифра, а во второй колонке сколько потенциально денег она может принести? Насколько большой рынок? И когда ты видишь, и потом оценивается все по 10-бальной системе. Например, если сложность 9, а прибыль 1, естественно, эта гипотеза попадает в самый низ. То есть много усилий ради копеек. Никто не хочет такое делать. А если усилий мало и сделать просто, а выхлоп будет огромный, тогда она попадает сразу на первое место по цифрам. И ты потом, когда они сортируются, ты видишь, самые крутые гипотезы, идеи попадают вверх, самые какашливые внизу. И поэтому ты видишь, с чего тебе стоит начинать проверку. Ты берешь самую первую, идешь, проверяешь по той технологии, примерно, которую я рассказал. Вторая, третья, четвертая и так далее. А потом уже ниже пятой, ты говоришь, нет, это уже вообще делать не будем, нам некогда. Потому что появились новые еще. Вот примерно такая технология. Возможно ли это все проверить и одному человеку, либо первоначально нужно искать команду специалистов, с которыми это все делать? Нет, вполне может быть. Ну как, я вообще в одиночек не верю, что вот прям один-один, хотя бы двое должно быть. Ну как один? То есть вообще, очень приходят часто к нам на шуткат люди, одиночки. То есть либо инженер приходит, крутой, который говорит, я знаю, как поставить производство, я у меня сделаю такой стол, с такой резьбой, с такими штучками, все могу сделать, но продавать я терпеть не могу, не люблю, не понимаю, мне это нахер не надо. Или наоборот, приходит предприниматель, который ему говорит, мне пофиг, какой продукт, я могу продать все, что угодно, но мне нет продукта. То есть пара минимальная, это он и она, это СТО и СЕО, то есть человек, который умеет продавать и человек, который умеет создавать. То есть это две минимальные единицы, моей точки зрения, у которых есть шанс. У одного шанса нет. Первый шаг для одиночки, найти себе пару. Вот это первая задача. И обязательно сразу поделить уже деньги? Какие деньги? Нет, договориться надо, да. Я против деления 50-50. Я считаю, что тот, кто продает, должен иметь больше. Иначе ссоры начинаются. Если начинается 50-50, есть истории неприятные. Лучше договориться сразу на берегу. У меня, у меня-то, сама такая история была. У меня тоже был 50-50, симплс. Мой партнер просто не поверил в бизнес и потребовал денег, чтобы выйти из бизнеса. Но у меня таких денег не было. И я год собирал 3000 долларов, чтобы рассчитаться за половину симплса. Рассчитался. Супер, спасибо. У нас 74 человека онлайн, которые нас смотрят. Ждем ваши вопросы. Пожалуйста. Можно чай попросить еще? Да. Черненький. Тепленький. У кого еще есть вопрос? Да. Меня зовут Алена. Вопрос такой. В тот момент, когда стартапер проделал свою работу, пришел к инвестору. Инвестор видит цифры, но все равно есть какие-то критерии отбора. Вы же не все подряд идеи проверяете и прорабатываете. Какие эти критерии? Ну, вы уже, наверное, слышали, что инвестор вкладывает не в стартап, а в команду. И для меня также важно не, что ребята принесли, а кто эти ребята, как они мыслят, как они рассуждают, как они реагируют на провокации, потому что я люблю провокации устраивать на этих встречах. Да, спасибо. Либо тупить, начиная жестко, либо наезжать, начиная жестко. То есть я пытаюсь расшатать ситуацию, чтобы посмотреть, а как себя человек поведет в нештатной ситуации. Вот. Бывает, приходят ребята с неплохой идеей, и с трекшеном, но начинают так себя вести, такие задавать неприятные вопросы, начинают лезть в такие потайные неприятные места, которые химию сразу разрушают. И я понимаю, что я не могу с ними работать, я не вкладываю деньги в команды просто потому, что мне нужны деньги. Если кому-то нужны деньги, ребята, есть практически стопроцентный способ заработать, отправить их на американскую биржу, и 20-25% в год гарантированно будет капать. Если вы создаете бизнес с маржинальностью, с прибылью меньше 20% в год, то это так, это просто головняк. Если это делать еще без удовольствия, то есть бизнес это про удовольствие в первую очередь. Поэтому я вкладываю для того, чтобы кайфовать, для того, чтобы сделать, во-первых, этот проект большим, нужным, и в третью очередь уже прибыльным. Если же там человек неприятный, я не буду с ним работать лично для меня. Это не значит, что он плохой. Мы же все люди разные, да, у некоторых химия соединяется, у некоторых не соединяется. Не значит, что кто-то из них плохой, просто неподходящий. Это же как брак. То есть вы строите отношения, ну, на 5 лет, наверное, минимум, если бизнес успешный, а может быть и на больше. Поэтому нужно очень четко понимать, что тебе с этим человеком комфортно пойти в баню и голым помыться хотя бы, да, что ты не будешь чувствовать себя неприятно, когда нагибаешься за мылом. Да. В последнее время есть тренд, что очень много фондов, очень много денег на рынке вообще, на рынках, я не говорю про Молдову, а идей не хватает. Что делать? Ну, я бы уточнил, действительно денег много, желающих много. Нет, некому делать, некому делать. То есть нет команд. И идеи достаточно много есть, но просто нет рук, потому что все разобраны, мало людей, которые могут взять идею и сделать из нее бизнес. Это действительно единицы. Битва идет именно за них, за команды. Есть такой стереотип, что у меня есть ценная идея, человек с ней носится, сносится, и прям никому не рассказывает ее, чтобы никто не знал. Я с этим постоянно говорю, вот у нас есть идея, ну вот подпишите идеи. Мы говорим, ну, ребят, ну, давайте, и мы сразу открываем наш банк идеи, там 30 идей. Вот я любому могу показать, забирайте, смотрите, делайте вообще без проблем. Побеждает не тот, у кого идея, а тот, у кого яйца. И проблема именно с этим. Поэтому, и это будет усугубляться, потому что желающих людей, которые хотят сделать бизнес и инвестировать в стартапы, будет все больше, а людей умных становится не так быстро много. Поэтому надо сейчас учиться. Я верю, у нас потенциал огромный у Молдовы, потому что, если, например, Россия, Белоруссия, Украина, те люди, которые хотели идти в стартапы, уже плюс-минус пошли, и мы примерно видим статистику, то у нас непаханное поле, у нас еще людей много, а никто еще ничего не умеет, никто не знает. И сейчас пройдет 2-3-4 года, эти люди выучатся, попробуют, наберут себе шишек, и тогда мы увидим лет через 5, что будет с Молдовой. Я думаю, что будет все очень хорошо, и, возможно, появится первый единорог молдавский. Хотелось бы заверить, или хотя бы амбиции какого-то стартапа стать единорогом. Вы говорите, что людям нужно где-то учиться, где это можно сделать? Смотри, значит, я считаю, что продуктовые курсы нужны обязательно всем стартаперам, которые начинают входить только в эту воду. У нас молдавских продуктовых курсов, я не знаю про них, в Румынии их мало, есть в России классные, и мы в следующем году будем запускать вместе с россиянами. И круто было перевести на румынский язык, адаптировать их, и еще запустить в Румынию. Поэтому, с моей точки зрения, лучшие продуктовые курсы сейчас можно найти в России, хотя есть американские, европейские, но хочу сказать, что русские больше нам подходят по менталитету, то есть технологии, нам проще по ним идти, потому что те вообще очень странно выглядят, мы некоторые вещи не совсем даже понимаем. Не знаю, что они плохие, они другие. Поэтому, если хотите в эту вступить в область, попробуйте пройти парочку российских курсов. Ну, как парочка, там есть 10-месячные курсы, есть месячные. Если есть интерес, я смогу скинуть в группу, Романа Штирба можно попросить, он может прийти отдельно сделать встречу о том, где учиться, как учиться, чему учиться. Рома мой партнер, и его заслуга сейчас в том, что он всю нашу команду за полтора года, два, перевел на продуктовые рельсы, чтобы мы делали все по-человечески. Не так, как раньше, как я приходил, открывал ногой дверь, говорю, все, мы делаем сейчас ахилл, ребята. А что это такое? Такое устройство для бегунов. Все, расскажи, как должно быть. Нет вопроса, а зачем? А кому? А кому-то оно нужно вообще, не нужно? Может, оно не будет продаваться? Всем было пофигу, Дима сказал, мы делаем. И в моем зоопарке проектов процентов, наверное, 80 мертвецов. Именно потому, что мне казалось, что так надо, а на самом деле не надо. Это ошибка. Сила в команде в том, чтобы слушали директора, босса, либо в том, чтобы они задавались, сомневались? Конечно, надо сомневаться. Босс не для того, чтобы его слушаться. Босс для других вещей нужен. Босс это мотиватор, это флагоносец, который может показать, ребята, вот у меня последний был инсайт. Давайте пару шагов назад, чтобы я пришел к инсайту. И скажу, почему важна миссия, какая у босса. По средам у нас семейный день в семье. Это значит, что мы откладываем все свои дела и вечером идем куда-нибудь тусоваться всей семьей. Сначала мы друзей приглашали, а потом дети сказали, блядь, что за семейный день, если вы разговариваете с своими друзьями, а мы тут при чем? Им надо сказать, никаких друзей, только четвером, либо ресторан, либо кино, либо какое-то мероприятие, но всегда четвером и всегда в среду. И в эту среду, пишет сын в группе нашей, папа, я нашел VR-комнату в Кишиневе, пошли в VR-комнату. Отлично пошли. Он договорился, там все решил. И у нас есть VR-комната на Буйканах одна, и мы туда пошли. У меня как бы опыт VR есть, мы делали VR-мультфильм, я в этом немножко разбираюсь. но мы пришли туда, нам одели шесть шлемов, не шесть, четыре шлема на головы, а шлема мобильные, без проводов, сейчас уже такие есть виртуальные, и комната, ну, наверное, какая-то по площади. 47. 47. Да, 47. И говорят, все, ребята, вот вам дают джойстик, это твое ружье, ты одеваешь шлем и видишь, что это ружье. И ты видишь всех остальных игроков. Задача просто бегать по этой территории, перемещаться на лифтах виртуальных, в виртуальные телепорты входить, и там несколько помещений, ты бегаешь и друг друга просто стреляешь из пистолета. Касалось бы, ерунда, графика вообще никакая, то есть там компьютер обрабатывает 6 этих шлемов подряд, и там очень тяжело загружать крутой графикой, но оно завораживает, и ты через час ты уже потный, счастливый снимаешь, кто я тебя, ты помнишь, очень классно. И вот я прихожу с этой штукой к нам, возбужденный такой, ребята, мультики, то, что мы делали, вир, это, конечно, хорошо, но это большие минуса, а вот уйти в вир-пространство, знаете, как это диптех, новое направление развивается, диптех, это все, что связано с метавселенной, с виром, говорю, мы копаем туда, сейчас наше направление, мы двигаемся в сторону вир, вернее, как мы двигаем, ну там уже немножко засунули туда, уже мультиком, уже что-то понимаем, надо входить сейчас активней. И я говорю своей команде, как босс, ребята, говорю, вот мы делаем, вот идем туда, а вот куда, это давайте все вместе решать, я не знаю куда, у меня есть внутреннее ощущение, что за этим будущее, туда нужно копать, вот что должен делать визионер, да, босс, он визионер, говорит, что вот там будущее, в том направлении, а как туда попасть, как туда дойти, это решает команда вместе. Если я приду им, скажу, ребята, мы делаем перчатку с тактильной чувствительностью для людей, которые будут в VR, это будет как, я не знаю, как смартфон, обязательная штука для каждого человека, который идет в VR, они не скажут, что мне, да, давай делаем, они говорят, Дима, хочешь, мы проверим, потратим вместе 2,5 тысяч долларов, чтобы просто проверить, но пока не делаем, потому что возможно, технологий еще таких нет, возможно, рынок перенасыщен, возможно, это будет стоить очень-очень дорого, много чего есть возможно, но проверить берутся, а вот делать вслепую я им запрещаю, как я и сам уже не наставил, говорю, ребят, давайте проверять. Как тяжело было перестроить видение команды из выполнения и прионятия задачи на критическое мышление, на то, чтобы задавать вопросы, сам себя спрашивать, вас спрашивать. Потому что, особенно продукт-менеджеры, что с ними происходит сейчас, мы говорим, что вот, чувак, мы копаем VR, давай, он говорит, что давай, давай копать VR, а что делать, подумай, давай, я не знаю, что делать, то есть, многие привыкли выполнять команды, им пришли, сказали, делай раз, два, три, четыре, project-менеджеры, у нас было project, проектовая команда, а сейчас он становится продуктовой, и последний год ушло на то, чтобы сдвинуть эти слои мозга на то, что, подожди, я должен сам принимать решение, и это очень трудно, нужно, если ты не знаешь, что делать, собери команду, озвучь, я не знаю, что делать, давайте вместе подумаем, сделать мозговой штурм, накидать гипотез, проверить, приоритизировать, предложить, начать проверять, потому что технологий никаких новых здесь нет, технологии все есть, они все прописаны, и по ним можно идти, и вот на это ушло очень много времени, ты права, что это не такой простой проект, если для меня это как бы очевидно, потому что я сам предприниматель, я когда увидел этот вот взгляд в глазах, какую-то пустоту, я аж похолодел, и говорю, я с этими людьми работал, это было нормально, то есть я фактически был движком бизнеса, а сейчас я хочу пуповину отрезать, отойти в сторону, просто наблюдать, и говорить, красавчики, вот моя задача. Вы нанимаете на работу больше по критическому мышлению, либо по тем, которые могут исполнять? А что критическое мышление? Ну, те, которые больше могут взять на себя ответственность, принимать решения, развивать какие-то идеи, либо те, которые выполняют. Хорошо. Смотри, на самом деле люди нужны и такие, и такие. Вот сейчас мы запускаем новый проект, правда социальный, он не про деньги, мы хотим реконструировать Кишинев, каким он был 100 лет назад, и 200, в VR, в виртуальной реальности, в 3D, и вот менеджер, который будет управлять этим проектом, это должен быть человек, который принимает решения, который видит, куда проект придет, он понимает, для чего он нужен, но там же есть и копирайтеры, есть дизайнеры, есть 3D-шники, это человек, который 3D-шнику критическое мышление для чего? Он просто, ему дают 20 фотографий, он должен из этого говна сделать крутую конфетку, чтобы сказать, я как специалист, я как профессионал, сделал этот объект, да, и у него подписано, это сделал Вася. Ему это не нужно, у него должны быть другие скиллы, понимаешь, у него должно быть чувство красивого, знание пакетов 3D-шных, ответственность за свой кусочек работы, ответственность он уже всем, а вот насчет того, что предпринимателями не все должны быть, и это не хорошо, не плохо, это как профессия, потому что вы знаете, в нашей стране самые большие зарплаты имеют не предприниматели, а программисты, если взять доход предпринимателя, средний, я думаю, что меньше, чем средняя зарплата программистов, если прямо размазать сильно, так что… я монополизировала чуть-чуть, давайте еще вопросы из зала. Да-да-да, захватила власть. У кого есть? А когда ты, тогда какая мотивация становиться предпринимателем, если программисты получают, то есть больше, то хватит. Какая мотивация у предпринимателей? Нет, я услышал. А, или ты для записи. Повторяю для лайка. Повтори. Вопросы зала, какая мотивация у предпринимателей, если они меньше получают, чем программистов? Предприниматели не идут, чтобы зарабатывать деньги, с моей точки зрения. Предпринимателями люди идут, вынуждены, они чувствуют, что они по-другому не могут. Они хотят создавать новые продукты, они хотят менять этот мир. У них это зашито в ДНК. И поэтому только с такой концепцией можно заработать денег, мне кажется. А просто идти в станице предпринимателя, чтобы срубить бабла, ну, не знаю, мне кажется, это не работает. Бери крипту, купи тогда, и все будет нормально с баблом. Подними же в 10 текстов за год. Еще вопросы? Да, я повторю. Вот, например, CTO и SEO, у них есть одна общая идея, но разное видение, как ее использовать, как им находить точки соприкосновения? У CTO и SEO могут быть разные видения, как находить точки соприкосновения? Но идея объединяет. Но идея объединяет. А разное видение в чем? Как сделать проект успешным? Да, например, что нужно сделать вначале? Начинать тестировать эти каналы в коммуникации? СТО это не касается вообще. И потом инвестиции найти. СТО эта штука не касается. Например, давай мы придумываем. Вот сделали перчатку эту, да? Собрались как бы два парня и говорят, а давай сделаем крутую перчатку, тактильную, которую ты в виртуальном пространстве можешь чувствовать, она будет фидбэк давать и на весь мир будем продавать. Да, он говорит, я умею продавать. А я могу, знаю, как сделать такую перчатку. Тогда задача будет первая. СТО проверь. Сначала не сделай перчатку, а ты вообще убедись, что ты ее точно сможешь сделать. Он это делает сам. SEO для этого не нужен. После того, как он говорит, что да, я смогу, тогда говорит, все, ты отдыхай теперь и теперь я буду работать. Он делает касс-дэв, он проводит исследования, потом они вместе со СТО ставят лендинг, здесь никаких у них не может быть камней преткновения. А потом SEO должен прийти и сказать, что да, мы можем запустить бизнес или нет, не можем. И SEO здесь вряд ли поможет. Это как Стив Азняк Джобс что мог сказать, кроме как микроконтроллер какой поставить. Это четкое разделение. Но и продавец не может сделать эту перчатку сам. Нет его суперсилы. И когда он говорит, что да, такие перчатки работают, тогда SEO снимает с себя пижак, закатывает рукава, говорит, а теперь мне нужны... SEO говорит, а теперь найди мне бабки, инвестиции, для того, чтобы я взял 20 инженеров и мы за полгода, за год эту перчатку сделали. Вот тот бежит искать деньги. Спасибо. Еще вопросы? Вот вопрос. Да. По поводу датчиков. Как вы выбирали рынок, где продавать? По поводу датчиков. Ахилл? Как выбирать рынок, чтобы продавать? Нет, как вы выбирали рынок и где вы продали всех продать? Мы начинали, мы начали, первое исследование сделали в Молдове, потому что ближе всего. Оно было нерелевантно. Мы пошли потом, начали искать американцев. С американцами вообще засада. Их найти на интервью большая проблема. Они не отзывчивые очень. Не знаю, это возможно связано с тем, что у них очень много информационного спама, мусора, шума и они просто не реагируют ни на что. Европейцы более активны, с ними проще работать. Они идут на фидбэк, с ними можно поговорить, их можно замотивировать. Поэтому мы предпочитаем работать с рынком Европы и в частности Россия хорошо подходит для этого, потому что там вообще еще проще делать исследования. Но нас не интересует российский рынок, потому что это все-таки очень специфический рынок, он маленький. Поэтому мы просто начинаем оттуда и потом раскручиваемся по спирали Россия, Европа, Китай, Америка. И тогда окей, все замыкается. А Молдову даже не пробуем, потому что очень разные менталитеты у нас. То есть невозможно проверить в Молдове, потом запустить в Америку. Не работает такая штука. Хочешь продать в Америке, тестируй американцев. Вот давайте я вам про целевую аудиторию расскажу на примере Sonora. Это наш другой проект, это подводная рация для пловцов. У меня тоже был инсайт, когда я переплывал Гибралтар, и там с нами плывала рядом резиновая лодка, а там пол-17 километров, больше четырех часов, с большими волнами, с очень сильным дискомфортом. А лодка плывет метров сто от меня, и ты плывешь один в этом океане, там корабли огромные, сухо-бузы проплывают, думаешь, сейчас переедет такой у тебя. И я не понял, почему они не могут что-то поставить, чтобы со мной разговаривать, мне нужна обратная связь, фидбэк. Устройств таких не было, мне казалось, что вот такую классную штуку сделал, чтобы пловцу, когда у него уши под водой, чтобы не орали ему, что иди подъедь к лодке, поплыви, поешь, или во время тренировок, чтобы тренер не орал, а не бил палкой я, чтобы мог с ним спокойно разговаривать. Сделал такую рацию. Вот мы ее сделали, ну, по старой схеме мы сначала сделали, потратили год, там, 100 тысяч долларов, а потом попытались продать. Нам, слава богу, повезло, что оказалась нужна. И то не сразу. То есть мы начали продавать, оказалось, что пловцам она нахуй не нужна. Вообще. И я такой, блин, что за хрень, как, это же крутая штука. Но, к тому времени, мы уже залезли в продуктовую знание и поняли, что надо копать дальше. И появилась гипотеза, потому что пловцы сказали, зачем нам какое-то устройство, которое поможет мне быстро научиться плавать, если у меня есть тренер. Это его головная боль. Я ему плачу деньги. То есть нас не интересует рынок Молдовы или там, где люди сами тренируются, американский рынок большой пловцов. Или Австралия. Они говорят, у меня есть тренер, которым обошляют деньги, чтобы он меня научил плавать. Это его головняк. Я тратить на это деньги не буду. Мы говорим, точно, идем к тренерам. Будем им продавать. Приходим к тренерам. Говорим, тренера, смотри, какая наша штука есть. Такую штуку ты сможешь быстрее научить человека плавать. И к тебе больше будет приходить. Он говорит, а нафига мне эта штука? Это не моя проблема. Это проблема фитнес-клуба, в котором я работаю. Что я буду платить деньги за то, чтобы учать? Они зарабатывают с него бабки, идите к ним. И мы такие, блин, ладно, хорошо, пошли в фитнес-клубы. Говорим, вот у вас есть тренера, у вас есть пловцы, покупайте такие у нас штуки. А они говорят, Мальдивы, они говорят, Мальдивы, это маленький остров в Индийском океане. Я говорю, нет, Молдова. А это же B2B, представьте, американская компания и неизвестная молдавская компания. Они говорят, вы нам хотите 500 штук продать из Молдовы, серьезно? Короче, нас побрили все. И мы опять-таки, ел и пал, не знаем, как бы всем оно нужно. И все говорят, что да, классная штука, но мы не купим. И после где-то трех месяцев мы пришли к тому, что наш клиент это дилеры, это те, кто продают плавательные устройства. И тогда мы сделали 100 штук образцов и начали рассылать их по всему миру дилерам, то есть людям, которые представляют плавательные бренды. И после этого у нас начались заказы. То есть начали, они пробовали, они пробовали, давали тренерам, они давали пловцам своим. И те получали, говорили хороший фидбэк, говорили крутые штуки. И на основании этого они делали заказы. То есть они, кто 100 штук заказал, кто 500 штук заказал. А сонор еще не произведен, чтобы вы понимали. Только есть несколько прототипов, которые катаются по миру, а производства еще нет. И он на сегодняшний момент у нас, я там в фейсбуке иногда скидываю по производству, мы сейчас производим, прямо в этот момент производятся печатные платы и через неделю-две первый мешок соноров будет готов. У нас уже больше 3000 предзаказов есть на устройство, а устройства самого еще нет. Просто потому, что он по всему миру катается и показал себя хорошо. Вот так мы сложно нашли аудиторию, которая будет покупать. После этого просто, какой план у нас? После того, как дилеры всему миру покажут это устройство и все попробуют его и скажут, а, окей, тогда пойдет обратная волна через фитнес-клубы к тренерам и потом к пловцам, которые уже будут знать, что бренд проверенный, рабочий, что друзья им пользуются, и тогда продажи могут вырасти экспоненциально. А, правда пересох. Все ответили на вопрос. Спасибо большое, Дмитрий. Следующий вопрос у Натали. Дмитрий, как вы находите, заинтересовываете и удерживаете людей в вашей команде? Потому что вы говорите, что визионер, это важно, это вы, но значит команда ваша также очень важна. Как вы вот этих вот людей находите и удерживаете? Я считаю, это основная работа предпринимателя собрать команду. По большому счету им вообще больше ничего не надо делать. То есть если ты соберешь вокруг себя правильных людей и покажешь им, куда копать, дашь им все необходимые ресурсы, все, ты дальше можешь ехать на те же Мальдивы и отдыхать, просто наблюдать с ними со стороны. Но так как бизнес постоянно растет, нужны все больше и больше людей, больше и больше идей, поэтому твоя основная функция именно эта. Не контроль, что каждый человек когда сделал, а именно объединить людей вокруг какой-то идеи, вокруг какой-то миссии и дать им дорогу. Мы это делаем постоянно, я постоянно это делаю. Те же шоткаты мы проводим с какой целью? По вторникам, каждый вторник с 10 до 12.30 я встречаюсь с 5 предпринимателями и людьми, которые хотят стать предпринимателями для того, чтобы предложить им партнерство. Наша стартап-фабрика устроена таким образом, что мы не ищем наемных людей, мы ищем партнеров, людей, у которых даже может быть и нет идеи, но которые хотят попробовать себя предпринимателем. Мы можем дать свою идею, дать свой банк идеи, которые люди могут проверить просто и найти свою и вместе с нами ее сделать. Поэтому это самая главная ценность для предпринимателей. Но мы сейчас столкнулись с тем, что мы ищем, нам нужен, например, бизнес-аналитик или CPO, так называемый, шеф-продукт-офицер, то есть главный над продукт-менеджерами на наши проекты в Симплсе, чтобы человек, который будет нам рассказывать, чтобы не мы тыкались, как котята слепые и пробовали все, а чтобы пришел человек из Бера или из Яндекса, который скажет, ребята, делаем раз, два, три, сейчас все, встали, отжались, молодцы, заработали миллиард, все, спасибо. И таких людей, вот вы не поверите, мы год ищем, мы не можем найти. Сейчас прайс у нас стоит 10 тысяч долларов в месяц. Зарплата для русского специалиста из какой-нибудь большой корпорации, они не идут. А чем это связано? А с тем связано, что они не хотят делать и работать в молдавской компании. Для них это шаг назад. И не в деньгах дело, потому что он понимает, что он как бы рос, сейчас работает в Яндексе продуктом, а потом бац и ушел в молдавский Симплс, который никто не знает в России. И мы спросим, а где ты был вообще, в какой дыре ты лазил, ты вообще, когда он вернется обратно, возможно его карьера будет где-то внизу. Вот, и мы так искали, искали, пока не поняли, что люди не идут работать в молдавской компании. Сейчас мы поменяли, позиционируем, мы не молдавская компания, мы международная компания, которая создает международные продукты, у которого есть бизнес в Америке, у которого есть офис в Америке, у которого амбиции World Light. И сейчас мы запускаем рекламную компанию, что мы ищем продуктов именно на это. И нам сказали москвичи уже, что это вау. Многие россияне, особенно топы, мечтают вырваться из российского рынка и начать делать большой продукт. Потому что, если для нас очевидно, что на молдавском рынке ловить нечего, то для россиян многих работают на российский рынок и многие страдают из-за этого, потому что, как бы, по нашим меркам рынок огромный, 150 миллионов, но им хочется свободы. И вот они, несложно вырваться. Но многие хотят. европейская компания. Европейская компания. Интересная идея. Что такое интересная идея? А можно начать с другого? Что такое стартап? Сколько вариантов, версий, что такое стартап, вы слышали в своем опыте? Помнишь, я рассказывал, чем отличается стартап от бизнеса? Ну, стартап, во-первых, это нечто непредсказуемое и то, что может очень сильно масштабироваться. То есть, алиментария, это не стартап. Но они по всей Молдове? Ну, это не стартап. Это бизнес, обычный бизнес, классический бизнес, который, или там, автомойка. Это то, что делают все, и там, понятная бизнес-модель. Стартап, это зона неизвестности. Не существует гайдов, как сделать именно этот продукт. То есть, как сделать алиментарию, ты можешь легко узнать, да, в интернете написано. Или бассейн свой открыть. А как сделать перчатку тактильную, неизвестно никому. Поэтому сделать ее очень тяжело. Это первое. Второе, оно должно быть, у него должны быть амбиции, конечно, не на какой-то маленький рынок, а рынок мировой. Тогда это интересно. Вот про такие идеи. Ну, смотри, честно говоря, к нам на Шаткат не приходят люди обычно с идеями. А если идеи приходят, то они вот такого рода местечковые. Давайте окна делать там, в Молдове, или что-то в этом роде. Такой, ну, это неинтересно точно. Но, опять же, мы не ищем людей с идеями. Мы ищем просто людей, которые open mind, которые готовы развиваться и учиться. А вы нацениваны именно на Молдавский? Нет. Нет. То есть, я, как житель этой страны, хочу, во-первых, дать шанс каждому молдавану поучаствовать в этой игре. А когда все желающие кончатся здесь, которые просмотрим все, что здесь есть, тогда уже будем собирать из России, из Украины. Потому что странно будет, если компания молдавская, а работают только русские или только рубыны. Это как шериф, да, играет. У меня одного белого игрока. Вот так мне не нравится. Что можно сделать? Вот у нас здесь очень разные люди. Есть директора акселераторов, где Троян. Есть Techville, есть мы. Что мы вместе можем сделать для того, чтобы создавать, давать платформу, давать возможность людям обучаться вот тому мышлению, делать и открывать свое видение, чтобы они были визионерами. Можно ли сделать какой-то проект? Либо что можно привезти в Молдову, чтобы эти люди выросли здесь у нас и чтобы вы 10 тысяч платили нашим людям? Не обязательно делать это прямо вместе. Это может делать каждый своей дорогой, идти на плечом к плечу. Я считаю, что сейчас самая большая боль это незнание. Не то, что мы тупые или что у нас нет предпринимательского чуйки. У многих есть, просто многие не знают как. Поэтому сейчас нужно вкладывать очень много денег в образование, в обучение. Нужно привозить людей за границы. Чтобы они рассказывали, как это делается. Надо дать возможность людям пробовать, проверять проекты на живых. Потому что одно дело читать учебники и смотреть YouTube ролики, а другое дело брать продукт и на его базе тестировать. Поэтому больше практики и больше обучения. Это обучение, где, например, вы знаете, что люди обучаются этому? Чтобы я не рекламирую. Geekbrains не знаю. А в Молдове? Практично, где можно попробовать? Акселераторы, хакатоны, инкубаторы? И у нас тоже сейчас. У нас можно только на практике учиться. А так, чтобы какие-то были курсы, которые я там поставлю галочку, типа, вот это курсы молдавские классные. Нет. Пока нет таких курсов. Пока нет. Я думаю, появятся в следующем году. Еще вопросы? Курсы, понимаете, почему нет? Потому что у нас нет еще не сформировано комьюнити, у нас нет еще людей с успешным стартап-опытом, которые могут там преподавать. А просто взять ролики, но это не работает. Должны преподавать люди, менторы, у которых есть опыт за спиной, у которых можно подойти на кофе оттащить и спросить. Дрюша, так ты поговорил вот с тобой. А как можно на кофе? Но вы же занятые люди. Как у вас? Я говорю, я доступен. Там 5 человек в неделю я встречаюсь. Пожалуйста. Любой может записаться. Я с любым встречу поговорю без проблем. Если каждый так будет делать, будет зашибись. Еще один вопрос. Обязательно ли знать английский для того, чтобы развивать свою идею? Да. Хотя я не знаю английский язык в совершенстве, к сожалению. Но для стартапера, у которого есть амбиции, родилась идея сразу идти на курс английского, если не знаешь английский. Потому что иначе рынок будет для тебя очень сильно сужен. Румыния, Россия, Украина, ну блин. Ну и не знаю, мне кажется, здесь нет людей, которые по-английски не бум-бум. То есть все знают английский, просто в разной степени. Там от А2 до А1, примерно в этом диапазоне. И за год можно сильно английский подтянуть. То есть вытащить на тот уровень, при котором ты будешь общаться с американцами или с европейцами. Потому что без общения бизнес не построишь. То есть предприниматель должен иметь, обязан уметь разговаривать и должен, обязан уметь убеждать. Это его скиллы. Иначе он не соберет команду элементарно. Они просто не поверят в него. Ну, его PR-менеджер может делать эту работу? Какую? Его PR-менеджер рекламировать продукт, который... Нет, PR-менеджер этим не занимается. Мне тоже говорят, что вот у меня есть идея, я хочу нанять какую-то команду, чтобы они проверили. Ну, блин, это твой продукт, зачем ты это нужен тогда вообще? Они и без тебя это могут сделать. Если ты лицо проекта, если ты движок, ты должен брать на себя основную работу. По крайней мере, сначала, пока ты не убедишь, что проект кому-то нужно, чтобы появились какие-то первые инвестиции. Потом ты можешь заменить себя кем-то. А в начальной стадии невозможно никому делегировать это. К сожалению, надо тащить все самому. Анрио. Спасибо большое. Еще вопросы? Метавселенную, метаверс? Туда нужно копать. Дмитрий уже сказал, туда копать надо. Как я вижу, если так немножко по футерологии позаниматься, как мы себе видим наше человечество лет через 20. То есть, наверное, 20 лет назад никто бы не мог представить, что с нами произойдет, что мы уткнемся в смартфоны и будем заказывать себе еду по телефону, по телевизору, что появится VR. То есть, вообще, 20 лет назад не было мобильных телефонов. Да? Нет, уже были. Не было интернета. Никто не знал, что это такое. А сейчас это как без интернета? Вообще нет жизни. Поэтому через 20 лет... Видеозвонки, казалось, что это так было. Да, что-то из далекого будущего. А они уже 5 лет назад как актуальны. Поэтому прогнозировать, что будет через 20 лет вообще нереально. То есть, все же геометрическая прогрессия развивается. Поэтому нужно свое видение десятилетнее. 40 лет, которое вам кажется, оно будет через 20. То есть, мы его застанем и мы в нем окажемся. И в моем видении это... Мы будем все больше, глубже и глубже погружаться в цифровую вселенную. То есть, мы уже сейчас там. То есть, вам кажется, что мы сейчас снаружи, но на самом деле ни хера не снаружи. Сейчас отбери у нас смартфоны, отбери у нас e-mail и интернет, и мы будем чувствовать себя, как голые люди посреди пустыни. То есть, очень жутко. Мне, наверное, как и вам проще оставить деньги, пиджак, одежду, чем смартфон. Остаться без смартфона на целый день, ты чувствуешь себя... И с каждым годом мы все глубже и глубже будем погружаться в эту цифровую среду. И не только внешне, но и внутренне. То есть, появятся устройства, которые позволят там быть и глазами, и ушами. И поэтому это формируется новый рынок. Это надинтернет. То есть, когда появлялся интернет, это было такое же пространство, которое было непонятно многим и неизвестно. То сейчас интернет уходит в такую же обыденную вещь, как воздух, то есть, само собой разумеющееся. И появляется VR, в который рано или поздно попадем все мы и будем жить в метавселенных. То есть, это вопрос времени. И сейчас, как, например, Маклер проебал интернет, вот так же я не хочу проебать VR. Так сейчас этот проект с кишиневым это в этот тонн, да? Спасибо, да. Я хотел об этом сказать, но ты уже сказал. Это плюс... У нас был гость еще в 2019-м летом, и он нам рассказывал, что у них должен такой проект, чтобы продавать кометный... NFT-формат. Продавать данные, все, что есть, но в этой виртуальной реальности, и потом встать рекламу... Так сейчас уже продаются недвижимости в метавселенных и стоит бешеных денег. То есть, нам пока это непонятно. Я скажу тоже, я пока это не понимаю, я, наверное, уже старый, чтобы это понимать. Но люди платят огромные деньги, они там строят, они там живут. Монополия, да. Не так примитивно, наверное, все будет. Прямо люди не будут прям так ходить по улицам, вот так вот, и смотреть на билборды. Наверное, ты можешь перемещаться в любое место, в любом пространстве, возможно, у тебя просто будет в твоем поле зрения баннера-место какое-то, если ты не заплатил, где постоянно будет мелькать реклама. Куда бы ты ни посмотрел, она будет висеть всегда перед тобой. Но это тоже вопрос технологий. Да, это из того же формата, что сейчас, например, в киноиндустрии готовится к тому, что через время можно будет менять какие-то баннера или рекламу в фильме, который появляется, для того, чтобы она была адаптирована к новой реальности и к тому времени. Product Placement, да, будет. Да, с такими успехами поработят ли роботы мир? У меня вчера сын подошел, говорит, папа, и глаза заплаканы. Я говорю, что случилось, Мишаня? Говорит, папа, я подумал, что тебе повезло, что ты живешь сейчас, а в моем мире власть захватит роботы, и у нас не будет такой жизни, как у нас сейчас. У нас жизнь будет плохая. Я не успею пожить нормально. Скажи, это правда? Я ему сказал, что как, это неправда, но, блин, это близко к тому. Единственное, что, я говорю, Мишаня, ты страдать от этого не будешь. Будут роботы, но будут помощники, они не захватят мир, они будут помогать тебе во всем. Начинают пылесосы и кончают домработницей, и машиной без руля, которая тебе привезет, куда нужно. Тебе будет удобно, ты не будешь чувствовать дискомфорта. Он говорит, а если они потом выйдут из-под контроля? Я говорю, это уже чувак, цифровая сингулярность, в которой мы все летим, и сколько человечеству осталось жить, я не знаю. То есть, судя по тому, как прогресс быстро развивается, так лет 50-60 еще, а дальше хрен его знает, все схлопнется. Просто после VR-а следующим шагом будет это хлопок, мне кажется, и все. Что такое сингулярность? Вы не знаете, что такое цифровая сингулярность? Не, давай расскажем. Давай напугаем их еще больше. Смотрите, попытаюсь объяснить. Все плохо понимают, что такое цифровая сингулярность, даже те, кто об этом говорят. Но смысл такой, что технологии развиваются нелинейно. Все заметили, что технологии все быстрее и быстрее развиваются. Если раньше человечеству понадобилось 200 лет, чтобы паровую машину изобрести, потом еще 100 лет на электричество, 50 лет на самолеты, каждый раз это время уменьшается, и вот эта кривая технологическая движется по параболе. И в какой-то момент она начнет двигаться вертикально и улетит в бесконечность. И вот в этой точке человечество остановится, потому что человечество и нет его. И это произойдет быстрее всего, когда мы все уйдем в VR через нейролинки или через VR-очки. И тогда мы просто перестанем находиться в этой реальности и попадем в другую. Это будет что-то типа матрицы. Я не знаю, откуда браться будут новые люди. Возможно, мы станем бессмертными, но человечество в том виде, в котором мы его представляем, перестанет существовать. Так а зачем вы делаете в этот вклад тогда, если понимаете, что это будет удобнее? Ты предлагаешь, чтобы я стал лудитом и разламывал VR-очки? Не, ну не нужно эти камеры. Я объясню, почему. Потому что этот путь, это естественный путь развития человечества. Нравится тебе это, не нравится, принимаешь ты это или нет, но так будет, с моей точки зрения. И поэтому лучше быть там, чем быть со стороны наблюдателем просто. Я всегда за то, чтобы участвовать в игре, чем смотреть на нее. Это неизбежно, и лучше быть частью этого, чем пропасть. Я не верю, что это можно остановить. Опять же, это неплохо. Почему воспринимаете, что это плохо? Ты будешь жить вечно и будешь в вечном кайфе. Что тебе еще нужно? Все люди живут, чтобы получить максимальное количество счастья. И делают все для того, чтобы быть максимально счастливыми. Все характеристики будут оперировать добросовестно, а если кто-то будет оперировать недобросовестно, собирать огромные данные. А это уже, знаешь, мы как молдаване жалуемся на правительство. Мы то правительство, которое заслуживаем, имеем. Так же и человечество будет заслуживать то, что получит. Извини. Извините, я параллельно готовлюсь к саммиту, где мы как раз будем обсуждать темы про стартапы, экосистемы, инструменты, которые есть. Вы торопитесь? У меня еще 10 минут. Еще 10 минут. Какие еще вопросы есть? Вы инвестируете только в стартапы? Если инвестируется только в стартапы? Нет, в успешный, перспективный бизнес, даже в Молдове, мы, у которого маржинальность более-менее человеческая. Интересная команда стоит за этим, тоже с удовольствием инвестируем. Потому что есть свободные деньги, но в качестве пассивного партнера. Просто дал деньги и забыл. А так вовлекаться в производство окон я точно не буду. То есть глупые деньги, есть умные деньги, есть глупые деньги. Вот это глупые деньги. Мы даем в бизнес, а умные в стартапы. Почему вы их не тратите просто так? Зачем вы их инвестируете? А что значит тратите? У вас есть деньги, зачем их кому-то отдавать? А что значит тратите? Что с ними делать? Вот они лежат у меня на счету, лежат не миллион долларов. Ну, по этой команды, не знаю, на Бали, Силиконовая долина, дать всем побольше зарплаты в команде. Почему нет? Ну, это зал. Так, нет, это не сустейнабл. Вот видишь, тебе зал ответит. Это не сустейнабл. Ну, просто дать деньги, сказать, это не сустейнабл. А что такое сустейнабл? Просто нас смотрят еще из регионов, и я хочу, то, что мы здесь знаем, объяснить по более легким словам для всей Молдовы. Под какие условия? О, это обсуждается индивидуально. Не знаю, для меня бизнес – это игра. То есть я либо деньги раздам, просто раздам, но я никакого удовольствия от этого не получу. Я хочу купить новые настолки и играть со своей командой в большее количество настольных игр, чем просто их раздавать, чтобы купить пиво и пиццы. Ну, фиг знает. Не знаю. Неинтересно. Не, у нас есть часть денег, которые мы не можем инвестировать. Вот, например, там есть миллион долларов. У нас есть часть зарезервированная под наши нужды сундучок на всякий случай, да, мало ли что. Лежит неприкосновенный запас. Часть денег мы отправляем в Америку, покупаем там акции, которые там есть постоянный рост. Тоже это наш запасной вариант, но рабочий, который не просто деньги лежат здесь и гниют просто, и обесцениваются. Они работают. И третья часть мы инвестируем активно в развитие новых бизнесов. Вот такой план. Да. Если есть идея, как можно прийти к вам и обсудить и получить вашу веб-байку? Если есть идея, как подойти и обсудить. В simplesfactory.md подаешь заявку, тебе звонят, договариваемся о встрече, приходишь, кушаем сырники и общаемся. Чем еще можем мы вам помочь? Либо что вам нужно и вдруг вы тут найдете того человека либо через 5-е рукопожатие? В Молдове через 1-е. Если есть знакомые предприниматели, люди, которые хотят двигаться, ищут сильного партнера, просто скажите о том, что существует такое место и пускай они заходят, посылают заявку, я буду рад встретиться и с любым из вас тоже. Если бы вкладывали стартапы связанные с энергетикой. Да, возможно уложился бы. Опять же, это пассивный доход. Давай поставим ветряк, типа, ну давай поставим ветряк. Есть бизнес-схема, она уже обкатана, проверена, вот нужно там 200 тысяч долларов, мы ставим, и он тебе там за 6 лет вернется, окупится инвестиция. Ну окей, если там все четко, все понятно, а почему нет, пускай будет. подготовите питч-дек, отправляйте на симпл-спектор и участвуйте. Как получается совмещать перформанс-спорте с перформансом на работе? Отличный вопрос, спасибо. Ответ – никак. Невозможно совмещать, потому что я когда занимался хай-перформанс-спортом, когда восстанавливал мировые рекорды и совершал невероятные вещи, я бизнесом практически не занимался, и от этого я 3 года уже не занимаюсь спортом, на секундочку, уже 3 год, как я не занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь, я не считаю, там 3 раза в неделю пробежать по 5 километров – это спорт. Тем спортом, который был, я не занимаюсь, потому что я когда пришел в компанию, после Амикона, после этих всех приключений, и я видел, вот такая кривая была, я начал заниматься спортом, начал заниматься, я когда пришел, вот так было, потому что следующий, еще год-два, и все. Я говорю, так, стопэ, стоим, все замерли, никто, урбали руки с клавиатуры, стоп, идите все сюда. И я перестал заниматься спортом, и опять оно пошло вверх. Поэтому совмещение – это плохая идея, нужно поставить бизнес на такие рельсы, что ты уверен, что он будет расти вверх. Я поэтому ищу большое количество партнеров, для того, чтобы создать много бизнесов, где управлять буду не я. То есть я хочу эту пуповину все-таки отрезать. И тогда уже можно заниматься всем, чем угодно. Пока я не могу себе такое позволить. Но я к этому стремлюсь. Как вы пришли в спорт? Потому что вы не в самом раннем возрасте. Как прийти в спорт во время, когда уже бизнес есть? У меня, у меня, наверное, в мозгу уже сформировалось просто к тому времени такое удобное гнездышко, куда положили это яйцо. Просто я когда увидел про кто такие айронмэны, у меня пазл в голове сошелся, произошла молния какая-то вспышка и у меня и все собралось. Все, я понял, что я хочу. То есть это не было осознанно, это не было потому, что так правильно и так все делают или это для спорта, для здоровья хорошо, или для имиджа хорошо. Меня просто замкнуло и понеслось. Это бессознательно. Не знаю, повезло ли мне или не повезло, вопрос сложный. Но то, что было, было, я об этом ни капельки не жалею. Это было вау. Узнают вас потенциальные партнеры или какие-то новые бизнесмены, к которым вы подходите? Узнают вас того ведунка, который подел в рекорд? Я на самом деле известен только этим. Особенно в России, за границей меня только как спортсмены знают. А уже тоже, а у тебя еще и бизнес есть? Вот так вот говорят, понимаешь? И в Молдове тоже меня, знаешь, многие знают, как того, кто бегает или кто босиком ходит, а вот когда узнаешь, что я еще бизнесом занимаюсь, удивляются. То есть это странно. То есть хочешь стать знаменитым, иди побегай где-нибудь, лучше поплавай. После вас кто-то тоже попытался побить ваш рекорд в Италии. Вторых никто не помнит, конечно. И в таком случае получается, что вы своего достигли, добились, и что вы болеете. Это тоже. Это есть, да. Добивность тоже хорошая кашечка. Хорошая, но я говорю, это дело несознательно. Так получилось просто. Поделитесь своим информационным пузырем. Что читаете, что смотрите, что рекомендуете? Интересная формулировка, как цифровая сингулярность. Я смотрю фильмы, мне нравятся фильмы смотреть. Читать, я слушаю книжки во время пробежек, во время ходьбы, много слушаю книг. Перестал читать книжки про бизнес. Но последние, еще год назад, два года назад очень много прочитал, наверное, все прочитал, такие самые известные, прослушал. Сейчас понял, что тот фундамент, который мне нужен, я сформировал, и мне нужно строить свою башню на этом фундаменте, персональную, то есть, которая подходит лично мне с этими знаниями. И мне чужой опыт будет только вредить. Мне это будет не башня, а вот такая хрень какая-то получится. Поэтому я себе отрезал эту информацию. ну и много, как и все вы, ленты в интернете. У каждого свой набор ленты, у меня технологическая больше. Я вообще инженер. То есть, я в первую очередь изобретатель, а во вторую очередь предприниматель. То есть, мне в кайф придумывать что-то новое, изобретать, железки, это моя тема, и я там больше зависаю. Вот, но для предпринимателя еще очень важный момент, это насмотренность. То есть, если ты хочешь генерировать много идей, ты должен быть во многих областях. Интересоваться очень многими разными вещами. Для того, чтобы ты мог потом отсюда это взять, совместить, и у тебя получится что-то третье. И чем больше у тебя область интереса, тем больше тебе идей разных приходит, потому что ты можешь начинать миксовать. Поэтому старайтесь интересоваться совершенно разными вещами. Это поможет. Последний вопрос. Да, у меня вопрос. Вы продолжаете писать программу? А где? На самом деле... Продолжаете ли писать программы? Я вообще не программист, но я был программистом. Это был 89-й год, и появился только первый компьютер молдавский, Vector 06C, и я его купил, и писал программы. У меня есть несколько программ, я их опубликую, кстати, на днях. Написаны на Бесике, это игры, которые я продавал в Кишиневе из Флорешт. Я записывал их на кассеты, и здесь у них был Vector Center, и они их продавались. Я заработал, по-моему, 25 рублей, или что-то вроде, был очень горд собой. Сейчас посмотрел на это, говорю, как это люди за это платили, непонятно. Все, с тех пор я не программировал, поэтому понятия не имею. Качество человека, чтобы стать успешным? Три. Три. Дисциплина, первое. Второе, целеустремленность, и третье, харизма. То есть это поможет убедить людей пойти за тобой, но это должно быть подтверждено все-таки делами, а не словами. Поэтому дисциплина очень важна. На первом месте я поставил бы. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарю вас всех. Хочу вам поклопать. Спасибо. Это была первая часть старта Пландова саммита. Продолжение начинается в 2 часа. Можно смотреть и залы, те, кто уже пришли. Можно смотреть на сайте startup.moldova.digital. Там будет коллега Владимир Желясков, который расскажет больше про Simple Factor. Там будет Technovators, XY, Digital Serbia, поэтому подключайтесь, смотрите, как это делают другие люди. Всем спасибо большое. Спасибо. Спасибо.